Всем привет! Сегодня проверяю рецепт вот этого торта Рафаэлла. Рецепт этого торта вы найдёте в описании под видео. Какой этот торт на вкус и какие недостатки в нём есть? Обо всём об этом я расскажу. С самого начала нам нужно замочить желатин и оставить его набухать. Теперь замесим тесто. Возьмём масло, его нужно растопить. И в масло добавим все остальные ингредиенты. Кокосовую стружку, сахар и муку. Тесто замешивать можно так, как вам удобно. Можно рукой, можно венчиком, можно лопаткой. Ещё по рецепту мы добавляем сюда столовую ложку кокосового ликёра. И замешиваем тесто до конца. Мне удобно замешивать его рукой. Тесто немного напоминает, как будто песочное. Что-то есть похожее. Теперь нам нужно взять форму. У меня форма 20 см. Застелить её пергаментом. И выложить туда тесто ровным тонким слоем. После этого отправляем форму с тестом в холодильник на 15 минут. Для торта нам нужен миндаль. Поэтому я сейчас быстро покажу, как его быстренько почистить. Миндаль нужно залить крутым кипятком. И оставить на несколько минут, накрыв крышечкой или тарелкой. После этого миндаль нужно процедить. И залить миндаль очень холодной водой. Я перед этим воду ставила в холодильник на несколько часов. Чтобы она была такая очень холодная. Оставляем тоже на несколько минут. И после этого можем спокойно чистить миндаль. Шкурка очень легко снимается. Очищенный миндаль нужно обжарить в духовке до золотистого цвета. Убираем тесто из холодильника. И ставим его выпекать при 170 градусах 15-20 минут по рецепту. Готовый корж должен быть золотистый. Оставляем его остудиться. Теперь приготовим кокосовую массу. Соединяем в миске сгущённое молоко, кокосовые сливки и ванильный сахар. Кокосовые сливки у меня жирностью 22%. Теперь это нужно всё хорошенько вымешать миксером. Чтобы все ингредиенты соединились. Я вымешиваю на маленьких оборотах, чтобы всё не брызгало по кухне. В начале видео мы оставили желатин набухать. Его нужно разогреть в микроволновке и добавить к этой массе. И всё хорошенько соединить миксером. После этого убираем эту массу в холодильник. На полчаса, чтобы она охладилась и загустела. После 30 минут эта масса уже загустела немного. Желатин уже схватился. Теперь нужно взбить сливки. У меня сливки жирностью 33%. Я добавляю ещё 50 грамм пудры и взбиваю до мягких пиков. Добавляем взбитые сливки к кокосовой массе и взбиваем миксером. Сливки и кокосовая масса должны полностью соединиться. Я взбиваю на средних оборотах, а потом увеличиваю до максимальных. Постепенно эта масса становится одним целым. Вот так она выглядит после взбивания. Она такая плотненькая. Чтобы сделать шары на торт Рафаэлло, нам нужно залить полусферы. Берём эту массу и закладываем 10 полусфер, чтобы было 5 шариков. Немного можно отстучать, чтобы масса хорошо влеглась в полусферы. И убираем в морозилку, чтобы полусферы заморозились. А к оставшейся массе добавляем рубленный миндаль. Хорошенько вымешиваем миксером. Теперь будем собирать торт. Нам нужен какой-нибудь поднос. На поднос кладём сам корж. Фиксируем его в середине формы, где будем заливать наш торт. Кольцо формы нужно плотно прижать к коржу, чтобы масса оттуда не вытекала. И нам ещё понадобится пергаментная бумага. Закладываем её в форму, ровненько-ровненько, чтобы она легла ровно по кругу. И теперь заливаем туда нашу кокосовую массу. Если нужно, надо разровнять лопаткой или ложкой, как кому удобно, чтобы сверху масса была ровненькой. И убираем форму в холодильник. Минимум на 4 часа, а лучше всего оставить на ночь. Масса в полусферах заморозилась. И сейчас будем собирать шарики. Вот они очень легко вытаскиваются. Они не заморожены полностью, они не твёрдые. Что-то похоже на мороженое. Так полусферы не очень ровные, поэтому я немного подровняю края, чтобы шарики получились нормально круглыми. Полусферы легко клеятся друг к другу. Оно хорошо держится. Вот у нас прямо-таки получаются шарики. И после этого просто обсыпаем кокосовой стружкой. Наверное, лучше было бы поменьше их сделать, но у меня нету меньших полусфер. Готовые шарики, если вы ещё не собираете торт, их надо держать в холодильнике. В морозилку уже не нужно ставить. И в итоге у нас получаются вот такие шары Рафаэлла. Торт постоял долгое время в холодильнике, и всё хорошо схватилось. Я сейчас вытаскиваю его из формы, сниму пергаментную бумагу. Бумага снимается легко. Теперь нам нужно посыпать торт кокосовой стружкой. Это делается тоже легко. Корж торта достаточно твёрдый, и его спокойно можно держать на руке, а другой рукой посыпать стружку. Стружка на этом торте держится нормально. Ну, кое-что отсыпается, но в основном хорошо держится. И после этого крепим шары. Шарики так не хотели сдержать, поэтому я прикрепила каждый шар на шпажку. Ну, и теперь о самом главном. Что это за тортик? Корж мне не понравился. Я бы его поменяла в этом рецепте. Он слишком твёрдый, очень тяжело режется. И непонятно, что это за корж. Ни песочный, ни какой-то... Не знаю, что это. Всё остальное меня устраивает. В торте чувствуется выраженный вкус миндаля, ванили, кокоса. Ну, то есть, сам по себе торт очень такой нежный, не бритерный совершенно. Шарики сверху просто тают во рту. Там нету орешков, и это вообще как какой-то десерт получается. Сам мусс тоже очень нежный на вкус такой, ещё с холодильника, холодный. Сейчас лето, жара, ну, вообще обалденно, как бы сказать. Из 10 баллов я бы поставила этому торту 7 баллов, только из-за коржа. Ну что ж, кто захочет приготовить, пробуйте. Приятного аппетита! Если будут вопросы, пишите в комментариях. На этом пока всё. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!